Ну что ж, всем привет, друзья! С вами Джинс, сегодня мы продолжаем играть в Mountain Blade, пророчество Пендера. В прошлый эпизод за довольно короткие сроки собрал 700 больше пальцев вверх, это очень здорово, спасибо вам огромное, ребят, за поддержку. Большие пальцы вверх мотивируют снимать ролики, и в этот раз, ребят, у нас снова часовой эпизод, впервые на моем канале 2 часов их эпизода подряд. Заранее, ребят, извиняюсь, я слегонца болею, поэтому могут быть некоторые проблемы с голосом, и все в таком духе. Осень, холода, отопление не включили, включают 15-го, поэтому приходится вот сидеть в кофте и мерзнуть в руки. Но это не помешает нам снять часовой эпизод, ребят, приятного просмотра, а мы начинаем, собственно, что у нас было в прошлом эпизоде. Прошлый эпизод был довольно жаркий, потому что, черт побери, Фирцвейн сошли с ума и решили бросить мне войну. Помимо всего этого, я воюю с Дэшаром, поэтому у меня двойные проблемы. Я, конечно, попробовал бросить ребятам с Дэшар мир, но Кадан Бахадурсхан сказал, мол, Толян, ну что это, ну какой мир? Никакого мира, мол, не будет, и поэтому мы воюем против двух государств одновременно. И это двое неслабых государств. Вот у нас Равенстерн забрали уже ребята из Фирцвейна. Сейчас я хочу попробовать в Соло забрать замок Серебряный Угол. Этого парни, чтобы еще отпинать хорошенько. Так, что там, сколько дорого? 310. Нет, ничего я не буду забирать в Соло. Ой-ой-ой, Фирцвейн, Синдерфол решили осадить. Ну вот что, что, они собрали военный поход и захватывают Фиот за Фиотом. Все, что нам остается сделать, это подойти в Синдерфол. Так, короче, Дэшаровцев я буду отдавать, потому что я хочу с ними в ближайшее время мир закинуть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребятки, а народу-то тут дофигища. Ну тут где-то, я не знаю, тысячи две, наверное, а то и три. Так, Роланд, конечно, здесь есть, да. Синдерфол уже осадит. Здесь сколько получается с Роландом? 670 человек вместе со мной. Ну здесь все около штукаря вместе со мной будет. Поэтому вдруг, если они нападут, я думаю, мы сможем оборонить. Ну, давайте, что я могу сказать. Нападайте на Синдерфол, а я ворвусь. Постараемся вместе с Роландом разнести все это дело. Но это будет, конечно, довольно долго. Дело в том, что мне завтра к первой паре, а сейчас 11-12. И понимаете, ребят, что в любом случае никто не будет смотреть на то, как я охреначу мечом в течение 40 минут. Но так, скорее всего, и будет, потому что здесь дофигища народу. Ну ладно, придется это скипать, ничего страшного. Засну позже, как и спереживу. Я ведь обещал часовой эпизод. Так, ну давайте, давайте, нападайте, ребятки. Я готов вас разносить. Вообще, мне нужно как-то, может, если я сам сюда смогу зайти, может, они разбегутся отсюда? Давайте попробуем. Так, как минимум, там один парняга уже убежал. Ну давайте, нападайте. Почему нет? Второй убежал. Понимаете, если я на них просто выбегу, то это суицид, потому что в поле с ним сражаться, наверное, сложновато будет. А вот на осаде, в принципе, можно попробовать. Синдерфолд такой город, который, в принципе, с осады просто защищать. Потому что здесь одна лестница. Вот, и эту одну лестницу просто стоишь, как у нее и пинаешь по тысяче человек одновременно. Хорошо, что сейчас довольно пассивно играют ребятки из Дэшара, потому что на их месте давайте будем отдавать Дэшара. Я не хочу портить с ними отношения и честь тоже. Кстати, мне написали, что максимальный рейтинг, рейтинг чести, наверное, вряд ли. Престиж и известность это 7500, по-моему. За это дают достижения, плюс 1 лидерство. Вот, так что я ошибался, что у меня максимальная известность на максимальной известности мне еще дофига, короче говоря. Надеюсь, что мои ребятки с голода не умрут, потому что просто-напросто здесь стоять. Вот уже еда заканчивается. Хлеб, пшеничка, хорошо. Масла нет смысла брать. Давайте, нападайте, ребятки. Я готов. Джинс готов. Вот, по этому поводу, я думаю, сейчас, если мы их разнесем, у них сразу будет поменьше народу. Вообще, я надеюсь, что мне Дэшар бросит мир. Серьезно, если мне Дэшар бросит мир, то это будет просто шикарно, потому что я пойду как раз-таки вот так вот по Рейнстерну, и все вот это вот захвачу, и как раз-таки будет цельный кусок. Я вообще сразу хотел воевать с Фиртсвейном. Так, вот, 872 на 1700. Кстати, их не так уж и много. Я думал, их больше, чем 2000. Ну, 1700, но это разносится на самом деле даже без особых усилий, но единственное то, что это просто ужасно муторно и скучно. Вот, это действительно проблема, потому что вот приходится просто стоять здесь и там в течение 40 минут одну кнопку нажимать. Ну, вот такие вот динамичные, черт побери, осады в пендере. Ну, благо, что мы победим. Я почти уверен, что мы победим, потому что на 800 человек, да, я побежал там 300 на сколько там, на 1000, по-моему, то есть на 700, на 1700, это там чуть-чуть больше, чем в два раза, поэтому я думаю, мы тоже выиграем. Ладно, самое время веселиться и получать удовольствие, нажимая одну кнопку, ребят. Я, разумеется, это скипну, потому что я прекрасно понимаю, что на это никому не интересно смотреть. И встретимся с вами через секунду. Тем временем, ребятки, первая волна подходит к концу, насколько я предполагаю, хотя я могу ошибаться. Нет, она подходит к концу. Я могу спрыгнуть, спину их нахреначить немножко. На самом деле, как-то очень просто пошла эта осадка, потому что, смотрите, наши потери вообще мизерные, а у них снесли уже 300 человек. Но эта осада будет довольно долгая, поэтому, я думаю, нет смысла особо радоваться, потому что... Ну, пока прошло, вот, по моему скромному таймеру, 7 минут. Я надеюсь, что эти ребята решат убежать, вот, и оставят меня в покое. Но, походу, нет. Походу, они... Ну, нет, смотрите, они убежали и оставили меня в покое. Да это же, черт побери, прекрасно. Ну, ладно, тогда я могу спокойно валить отсюда и отправляться, знаете, куда, ребят? Отправляться к моим друзьям, которые всегда меня выручают, когда мне бросают войну, или когда я бросаю войну. Я отправляюсь в ЦЕС и беру сложное задание Теневого Легиона. Это всегда помогает, это всегда дает мне новых бойцов. Единственное, что я в этот раз... А, нет, у меня уже 100 тысяч есть, я смогу их купить. В этот раз тоже. ЦЕС, замок Джинслянзи, и потом разносить вассалов, собственно говоря, Фирцвейн. Очень надеюсь на мир с Дешар, потому что... Так... Потому что... Ой-ой-ой, Равенстерн объявил войну княжества Дешара. Равенстерн? Серьезно? В Равенстерна же нет феодов. Вот. Княжество Дешар предлагают заключить во мир. Знаете почему? Потому что Княжество Дешар сейчас воюет, по-моему, с Империей, с нами, и еще Равенстерн бросил им войну. Мне выгодно заключать мир с Княжеством Дешар, поэтому я доволен. Тем более, право на трон повышается, и сейчас я буду ломать Фирцвейн. Просто наглухо. Опять они, падла, осадили Синдерфол, но хорошо, даже если они заберут Синдерфол, я все равно буду ходить их ломать, ибо ребята много себе позволяют. Но ничего, ничего, просто подождите. Сейчас я беру сложность занятия у Легиона и иду рассказывать вам, что почем, друзья. Ну ладно, ладно, я чуть-чуть поторопился, я согласен. Еще отсюда бежать. Ну ладно, сейчас мы на фаст-тревле вольнем. Чертовы змеи. Постоянно бегают здесь, нападают на кого-то. Давай, 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 фаст-тревел. Максимально быстрый, максимально частое схоронение. Все как следует. Да, 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 Синдерфола садили, само собой. Кстати, да что ж ты будешь делать? В этот раз авантюристы-герои. Все, что-то, хотят накинуться на джинсы. Вот оно, бремя быть королем какого-то государства. Все хотят на меня напасть. Ну ладно, я буду аккуратным, хорошо. Не хотите фаст-тревел, я могу и сам пробежаться, мне несложно. Ну мне просто против тысячи авантюристов сражаться вообще никакое удовольствие не принесет это дело, потому что они меня просто в салатичьи развесут. Вы помните, да, как я, ребят, сражался с авантюристами? Это было, мягко говоря, не особо приятно для глаз. Так, иди сюда, иди сюда, дружище. Наконец-то я добрался в ЦС. Демонические магнусы, просто все хотят на меня напасть. Я, кстати, очень надеюсь, что есть сложное знание, потому что оно, да, хорошо. Сейчас мне вообще дадут дофига народу, по идее. Ой-ой-ой, 138 человек, отлично, просто прекрасно. Так, теперь быстро в Джинсляндию закупиться Хавка и пойти просто разносить Фирцвейн. Потому что, ребятки, там что-то много себе позволяет, захватывают какие-то амфиодики, это никуда не годится. Так, вардмейстер, здорово. Сабли мы эти никакие продавать не будем, мы просто у тебя купим товаров побольше, колбасок, само собой, сыра, свининка нужна ли мне? Больше, наверное, хлебушка, яблочек, пшенички, ну и капусту, давайте. Хорошо, вот это вот корона, она не нужна мне корона, но она, знаете, больше как символ, так-то она не особо защищает. Так, это все хорошо, еще не сохраняшки, и направляемся, собственно, вперед, сейчас, скорее всего, захватят уже у меня Синдерфол, Синдерфол, короче, Синдерфол, вот, не знаю, что со мной, поздно просто, все дела. Так, хорошо, погнали по фасту, княжество Дешар там с чем-то разбирается, как же хорошо, что княжество Дешар решили бросить мне мир, это просто шикарно, если честно, военный поход я не буду собирать, потому что мне нужно получить-то дофигища известности, насколько я понимаю, да, 245 известности, не так много, на самом деле, как кажется, если сейчас я поищу этих вассалов, равенстерновских, вернее, фироцвейновских, ой, ребятки, я надеюсь, дальше они не пойдут, так, что там у нас, Боадис бегает, да, хорошо, давайте, так, ну что, начну я с тебя, сколько там, 300 человек, и у друга твоего, да, а, это их, походу, какой-то босс, или что, преследует короля Джинс, 500 человек, да, ну, блин, 500 будет сложновато, на самом-то деле, но нужное, так, кто у них там, ярлы всякие, хускарлы, просто, кто такой этот ярл, это, понимаете, ярл при сопровождении, это значит, что они какие-то жесткие, то есть, и по дефу, когда у человека 300 гарнизон, то, сразу представляется, что он что-то может, ну что ж, давайте попробуем, не знаю, посмотрим, давай, давай, ваша слава переходит, чувак, чувак, ну 600 человек у вас, у меня 150, зато мне дадут 55 рейтинга, если я вас разнесу, ну короче, один к трем сражения, но у меня, блин, теневые легионеры, это очень сильные, ребятки, посмотрим, на что способен Фирсвейн, с Равенстерна было, в принципе, легче, чем с Орлеоном, сейчас вам скажу свои впечатления от Фирсвейна, но правда, их просто в три раза больше, чем меня, поэтому черт его знает, что здесь будет, так, ну Фирсблад знамя, здесь, по-моему, не особо сильные бойцы какие-то, то есть, вот я вижу там крестьян, ну короче, понятно, Центурионы разваливают их в салатище, ну и прекрасно, сразу буду всех забирать в плен, просто, так, кстати, я заметил, что у меня комментарии к маунту разделились на две части, одни ребятки пишут, мол, джинсы, продавай вассалов, а другие пишут, оставляй, и типа просто в темницах держи, на самом деле они сбегают, ребят, и если за них предлагают хорошую сумму, я буду их продавать, потому что если их не продавать, когда за них предлагают деньги, то падает честь, а я не хочу, чтобы у меня падала честь, вот серьезно, вот, еще при всем при этом с ними очень сильно падают отношения, если еще не продавать за деньги, так что тут как бы все слишком хардово, короче говоря, так, привет, привет, и вам привет, короче, все дела, так, Центурион живи, ну короче, да, да, все в порядке, конечно, три Центуриона убито уже, но в целом, это не очень потери, когда ты сражаешься против количества народов в три раза больше, чем у тебя, так что все, в принципе, в порядке, сейчас моя задача не захватывать, а именно вот уничтожать вассалов, понизить в целом силы Ферцина, потому что мне кажется, у них довольно дофига народу, как вы видели, да, там на сайте 1700 было, я разнес там сколько, человек 400, наверное, сейчас еще вот этих, пятихаточку мы разнесем, и уже будет, думаю, попроще с ними сражаться, главное забрать назад феоды, которые, они у меня стырили, дело в том, что сейчас, насколько я понимаю, в этих феодах крайне малый гарнизон, потому что, ну только что, буквально, они их захватили, и это хороший способ их забрать обратно, очень фастово, отдать их законным владельцам этих феодов, заодно сразу, как раз таки, повысить с ними отношения, если там какой-то лорд Эрик, нет, хотя у лорда Эрика с Орлеон, лорд Эрик должен уже сбежать, от меня очень надеюсь, кстати, что здесь не как в эпохе турниров, то есть, если от тебя сбегает вассал, то феоды остаются у меня, а не у вассала, это было просто шикарно, а кстати, с тем еще, что Дэшар бросили мне мира, у меня еще повысилось право на трон, так что будем надеяться, что ко мне придут еще какие-то ребятки, ну, собственно, такие дела, да, кстати, оглушаются, оглушаются все-таки центурионы, голышом бегают, и нормально, какие-то, наверное, последники Равенстерна, посмотрите, он просто голый, в перчатках, с двуручем, это какой-то слишком шикарный боец, мне кажется, таких немножко незаконно в отряде иметь, ха-ха, так, приветики, приветики, и вам приветики, молодой человек, так, хорошо, хорошо, отлично, так, бронированный секирщик, это все понятно, так, до свидания, ломать, убивать, это само собой, так, что там у нас уходит, двое противников, окей, я думаю, там ребятка справятся, в итоге, 184 мы разнесли, тем самым повысили еще рейтинг, все на 55, то есть, на самом деле, повышение рейтинга на 55, за 180 человек, это крайне шикарно, потому что, такими темпами, мы очень быстро выполним, сложное задание 7 легиона, 10 ребятки от нас не сбегут, и я заберу их в плен, в итоге, получается, что мы почти до сотни, до какой, мы даже больше сотни, за это сражение только вывезем, единственное, что мы потеряем, конечно, центурионов, не то чтобы дофигища, но потеряем, да, хотя, я думаю, сотку бравых центурионов и дозорных хватит, для того, чтобы захватить 200 человек в гарнизоне, в замке, то есть, когда мы сражаемся с центурионами, я не буду ждать, пока там лучники, которые несут, потому что у центурионов и у дозорных, в принципе, нет лучников, мы сразу будем идти в бой, ничего не боясь, единственная проблема может быть с осадной башней, нас там просто будут расстреливать, но, по-моему, в тех городах, которые забрали ребятки из Фердсвена, нет осадных башен в принципе, поэтому должно быть все в порядке, так, приветики, и приветик, да что ж ты будешь делать, ребятки, нужно ведь с вами культурно пообщаться, правильно, что же вы вздумали, напасть на меня, это ошибочка была, наверное, надеялись, что Кадан Бахадурхан вместе там задавить меня вдвоем, нет, нет, Кадан Бахадурхан умный мужик, интересно, вот что вообще, на что надеется Равинстерн, вы видели, Равинстерн напал на княжество Дэшара, у Дэшаровцев же много народу, хотя я их же их покосал, они тоже умно поступили, но посмотрим, посмотрим, а если вдруг Равинстерн выберутся из, мягко говоря, нехорошего положения, в котором они сейчас, я буду удивлен, серьезно, если Равинстерн начну забирать феоду, княжество Дэшара, это будет круто, какое-то такое развитие событий неожиданное, потом придется, ооо, хорошо, что я играю вместе с Центурионом, потому что сейчас бы я получил бы очень сильно, рыцарским ударом, так вот, по поводу Равинстерна, заберут какие-то феоды у Дэшаровцев, будет весело опять с ним сражаться, почему нет, пока что они там не убегают от своего этого, как видите, Равинстерн не исчезли со земли, ребята молодцы, ребята стараются, ребята не падают духом, за это им респектос отдельный, посмотрим, что из этого получится, очень надеюсь, что Равинстерн выбьется куда-то, хотя бы как минимум, зажмут Дэшар, я был бы за, если бы они разнесли Дэшаровцев 50 на 50, в принципе, пока что самое сложное, наверное, это было воевать с Орлеоном, почему-то вот, не знаю, мне так вспоминается, это каким-то сложным таким комом, с Орлеоновским ребят в поле, меня даже разносили неплохо, здесь вот, ни о чем что-то, в принципе, Равинстерн тоже был ни о чем, возможно, Фирцвейна очень сильный на осадах, еще ни разу не захватывал Феоды Фирцвейна, поэтому не могу сказать, хотя это еще зависит от Центурии, по идее, Центурии очень сильные ребятки, поэтому они могут, смогут показывать хороший результат в сражениях, так, ломать, убивать, само собой, все, отлично, еще 40 рейтинга, там 42, по-моему, мы получили, да, получается, и еще 22, ну, я же говорю, больше сотки будет, сколько там, 222 человека у них было, ну, короче, ну, это за нами, за нами, по идее, да не, точно за нами, так, 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 не надо меня луками своими стрелять, ребята, не стоит, не стоит, здрасте, здрасте, так, ой-ой-ой-ой, как же набежали-то, центуриончики, молодцы, что уж там, молодцы, так, джинс ломать, джинс убивать, джинс крушить, это само собой, так, так, что-то разбушевались, разбушевались, ребятки, хотя нет, ладно, они пока еще кого не убили, что-то мне показалось, что они там что-то начали выносить, почему у Фердс Войнов все не обронят, мне казалось, что это какие-то некоторые ребятки из Равенстерна, кстати, какой Фердс Войнов в Орден, я вот даже не помню, у Равенстерна был такой красивый фиолетовый Орден, или это было у Сорлеон, я уже не помню, боже, вот, конечно, в Пендере разнообразие войск не сравнится ни с одной частью маунтов, в которую я играл, единственное, может, Вайкинг Конкурс, я там глобально в него не играл, да, я прошел сужеточку, и мне было норм, хотя вот, в последнее время на трансляциях на Твиче я играю в разные модификации, пока что очень классная, которая мне понравилась, это Перис, наверное, больше всего, а на Доме не нормальная, вот, модификация по Вселенной Игры Престолов, Clash of Kings, она, по-моему, называется, тоже неплохая, и вот, очень не понравилась Карибиан, то есть, огневым мечом вторая, ну, просто какая-то джухлая, недоработная, что ли, глобальная карта выглядит просто отвратительно, вот, ну, так вот, в Star Wars, в принципе, интересно, но не то, чтобы я, вот, прям играл бы, так, давай, сколько еще, 7 известностей, блин, чуть ли не за одно сражение, мы уже половину набили почти, ну, видите, у нас осталось 100 человек, было 139, там единственное, что большинство из них ранены, то есть, нужно где-то потусить, чтобы они восстановили силы, забежим в какой-нибудь ранний, отдохнем там немножко, и побежим дальше, наверное, захватывать Феоду все-таки, вот, тем самым еще и повышая известность, потому что, когда захватываешь замки, города, известность тоже повышается, это прекрасно, это шикарно, Джинс доволен, 416 уже, одноручное оружие, жесть шестяная, короче говоря, так, давайте, ребятки, здрасте, 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 ой-ой-ой-ой-ой, я же испугался, что у меня сейчас крашнется игра, знаете, какой-то жесткий лаг был, ох уж эти новые враги, когда они появляются, бывают, бывают, подлагиваются, я надеюсь, что во второй части маунта, враги, ну, в Баннерлорде, знаете, как-то аж мурашки по коже, когда говоришь в Баннерлорде, как же я жду этой игры, просто нереально, вот, во второй части маунта, в Баннерлорде, я надеюсь, что там противники не будут просто появляться на месте, ну, то есть, ниоткуда просто появляться, это было бы не круто, я надеюсь, что они будут выходить, например, с какого-то замка, да, или откуда-то там, вот, например, с той стороны, они просто будут бежать, как бы, да, и появляться там где-то, не знаю, но чтобы как-то это все придумали, было бы очень здорово, вообще, есть диалоги, там есть озвучка, короче, очень надеюсь, просто, искренне, искренне хочу, чтобы Баннерлорде был сразу же локализирован на русский язык, чтобы я сразу смог в него играть на русском языке, потому что я не сказал бы, что у меня прям ужасный английский, но смысл в том, что я хотел бы, чтобы сразу было все на русском, чтобы я все понимал, потому что я помню, как только вышел Вайкинг Конквест, он был... Так, в плену-то у меня чувак, проверит лучше, что у вас тут с Валькирией, короче, какие-то еды у вас здесь нет, не хочу это ничего забирать, серьезно. Он был на английском, в принципе, его записали, он там уже набрал за 90 тысяч просмотров, потому что я первый, ну, один из первых, ладно, залил его, но как-то, знаете, комфортнее было бы, конечно, играть на русском языке. Так, хорошо, давайте здесь немножко отдохнем, восстановим силы, Донована в плен, взяли ребятки из Фирцвейна. Так, куда это вы бежите-то? Надеюсь, они ничего не собираются больше захватывать. Ребята, если вы пойдете на ранние, Джинс очень сильно разозлится. Подожду до утра, пожалуй. Так, вот Леттл, Леттл, ты же идешь на Синдерфол, я надеюсь? Ну, пожалуйста, 146 человек, но это просто захватывается за считанные минуты. Так. Поехали просто сразу в атаку и поперли, короче. Тут просто нет смысла ждать, потому что у нас вообще абсолютно нет никаких лучников. Так, спокойно, спокойно, Центуриончики, заходим и разваливаем. Дайте мне пробраться сюда, пожалуйста. Здрасте. Так, дайте... Сейчас я улечу куда-то, говорю, это же работает система пушки. Просто стоишь на протениках и рубишь их внизу, это какая-то жесть. Так. Что, я даже никуда не улечу, правда, что ли? Да, если я хотя бы вниз уже упаду. Все, хорошо, я пойду к друзьям-лучникам. Так, здрасте, 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 здрасте. И вам здрасте. Всем здрасте, короче. Со всеми культурно общаемся. Так, и с вами культурно пообщаемся. Мне не жалко со всеми культурно пообщаться. Ай. Так, 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 так. Джинс убивает, джинс уничтожается. Уничтожается. Так, погнали. Ух, что-то, ребята, какие-то вообще бездействия стоят. Они уже сдались, короче, не знаю. Что-то с ними не так. Ладно, я готов даже вниз прыгать, и я просто на кураже. Готов убить, уничтожать и убивать. И крушить просто. Прыгаю, убиваю. Ну-ка, да, сражение на осадах идет настолько сильно в нашу... О-о-о, даже подкрепка есть, но ничего себе. Давайте. Подкрепка. Показывайте, что умеете. Так, ну давайте, давайте. Здрасте, здрасте, здрасте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надеюсь, больше подкреп не будет, да? По идее, я уже вынес на высоту человека, всего за сотню было. Я почти уверен, что больше подкреплений все-таки не будет. Я даже думал, что всего одно подкрепление будет, но что-то они... Занаглели и собрали движуху. Отолкаться, отолкаться. Так, господа лучники, я еще к вам иду. С вами тоже нужно хорошенечко культурно пообщаться. Так, переговорить, перетереть за жизнь. Здрасте. Здрасте, здрасте, здрасте. И здрасте. Все, затащили. Нет? Да ладно, сколько там еще? Один противник. Все, мы молодцы. В центр мы уже проходить вряд ли будем. Сейчас мы отдадим, кого-то этот филот, с кого он был. Я даже не помню, кого он был. На самом деле, сложновато запомнить. Так, не хочу ничего брать. Компаньоны уже выбрали, да, себе все, что хотят. Молодцы, компаньоны, чего уж там. Вот, Роланду дадим на дел. Так, отдохнем еще немножко. Да забирайте своего Дешаровца. У меня же Дешаровца мир, там сразу, они сразу не выкупаются. Пейнсбрюк под атакой волка-предвестника-убийца. Да что ж ты будешь делать? Постоянно Пейнсбрюк осаждает какая-то нечисть. Вообще непонятная, абсолютно. Но защищать у меня нет смысла. Единственное, они не забирают феоды, они просто опустошают там гарнизон. Так, 44 человека, иди ко мне. Бежит от Фирцвейн. Ой, бежит от Короля Джинса. От Короля Джинса не убежишь, чувак. Ледяное сердце. Посмотрим, насколько ты ледяное сердце. Не стоило, ребят, нападать на Джинса. Все было бы в порядке у вас. Так, ну что, поехали. Здрасте, здрасте, здрасте. Так. Приветики. Приветики, приветики. Все, не слишком эпически, по-моему. Ну ладно, там 40 человек. Я спиню, что мы их быстро разнесем. Но все равно стоило наказать ту парнягу. Что он себе позволяет, правильно? Главное, с Фирцвейн никого не отпускает. Хотя, может, и с Фирцвейн тоже отпускать. Или не отпускать. Не знаю, не буду с Фирцвейн отпускать. Немного себе позволяет. Взяли, забрали у меня два феода. Что это такое? Это вообще никуда не годится абсолютно. Главное, что до этого они мне войну не бросали. Как только я начал с Дэшарцами воевать, они такие, типа, посмотрите, посмотрите. Он начал воевать с другим государством. Нужно валить по двум фронтам. В плену ты у меня, чувак. Давайте, кстати, я хотел посмотреть, как приоделись уже мои ребятки. О, Алиса новая лошадочка у Ансена. Вообще все новое. Ну, Сигизмунт, это понятно. Рейн, понятно. Я вообще не вижу, что они особо изменяются. Но они же все берут что-то новенькое. Поэтому, по идее, они же как-то прокачиваются. Так, Схороняшечки. Погнали дальше. Сейчас посмотрим, сколько там гарнизон. В Равинстерне. Ну, чувак, ты хочешь лилей получить? Ну, давай. Почему нет? Как это там? Двухбородый. Понятно. В наше время двухбородых очень много. Так, ну, погнали. Че, 220. Вообще фигня по сравнению с тем, что я пятихаточку разнес. Тем более, 49 рейтинга дается. Очень приятно. Вот. Я думаю, за сегодня мы выполним это сложное задание Синевого Легиона. Деньги у меня есть, поэтому я, опять же, наберу еще легионеров. Сейчас у меня вообще там войска очень элитные. То есть у меня там все ребята с орденов. Рыцари Звонкового Призыва. Рыцари Джинслянзии. И, опять же, ну, естественно, Центурионы Синевого Легиона. И дозорные. Поэтому там вообще элитный отряд у меня получается. Если я за сегодня успею, то я обязательно сгоняю в ЦС. Сдам это сложное задание. И вам покажу свою элиту элитную. То есть там серьезно. Там серьезная элита. Не Нолдеры, конечно. С Куалисами мне в последнее время не прет. Но Нолдеров мы еще понабираем. Не волнуйтесь. Опа. Алис переходит на 22 уровень. Надо еще, кстати, прокачать спутников. Что-то я подзабил на них. После этого прокачаю обязательно. Сколько мне там до следующего уровня. Окей. О, что-то это крестьянки. Нет, это голые ребятки с топорами. Вот он Ферцвейн. Так, окей. Окей. Ну вот, смотрите. Кстати, Центурион-то падает. Нужно было подольше, наверное, восстановить силы. Да, ладно. Ой, как-то вы прям слегонца не вовремя появились, если честно. Так, приветики, приветики. Ой-ой-ой-ой. Что-то накоцалится меня. Не, а нифига. А что-то могут, ребята. Ферцвейн-то знает что-то. Посмотрите на них. Молодцы. Тут уж, тут уж ничего не сказать. Как-то в ближнем бою они накоцывают очень даже неплохо. Походу, я понял, в чем потенциал Ферцвейна. Это вот те самые ребят, которые голышом с топорами бегают. Они очень сильно накоцывают впритык. Походу, в этом весь Ферцвейн. Будем знать. Что-то, знаете, такой вот музон с викингов какой-то, по-моему, нет? Или ворбенде был. Ну, где-то я его точно слышал. Или он в пендере был. Знаете, я в пендере уже, наверное, все переслушал. Так, ну хорошо. Первая волна за нами. Сколько там их остается? 65. Ну, давайте. Сколько еще у меня? 8 известных. Ну, остается 45 известных. Вообще копеечки, учитывая то, что я там не так уж и много набегал. Это круто. Это приятно. Сейчас мы, скорее всего, забежим куда-нибудь отдохнуть. Потому что что-то я не уверен, что мы так просто захватим равенстерн. Потому что что-то ребятки мои уже подсдулись легонца. Надо им дать немножко отдохнуть, я думаю. Ой-ой-ой, 200 урона. Вот если бы сейчас этот парень топором-то меня рубанул хорошенько, я, может, и слег бы даже. Потому что я же говорю, в Ферцвине ребятки знают, как обращаться с топором. И привет. И вам привет. И всем привет. Так, отлично. Спокуха, спокуха. 60 человек, то уж мы точно сможем разнести. Но потом обязательно пойдем слегонца отдохнем. Потому что, ну, ну, нужно слегонца отдохнуть, никуда не годится. Ай-ай-ай-ай-ай-ай, не нужно трогать джинса. Сегодня джинс в добром здравии. Не нужно меня убивать, сегодня я еще ни разу не умер. Ну, единственное, не считая то, что на меня там всякие змеючки и авантюристы напали. За косарь, поэтому их нафиг. Я всегда сдаюсь, убегаю. Но запомните мои слова. Когда-нибудь мы поломаем им ребра. Потому что, потому что пора. За всю боль, знаете, мы их разнесем. Я думаю, если у меня в отряде вот после этого сложного похода будет там уже человек 240-250. Если мы ни с кем не будем воевать, то можно будет напасть на этих змей. Там сколько их? 800 человек. Их не так уж сложно будет разнести. Я думаю, змеи, они не такие уж и сильные. Поэтому, если у меня будет 300 четких элитных бойцов, я думаю, мы разнесем 800 змей. И получим, наконец, свою заслуженную от ужеучасти за это достижение. Потому что, видите, ужеучесть я уже давным-давно могу прокачать. Но не прокачиваю, потому что... Потому что жду. Жду и еще раз жду. Пока я выполню ачивку нужную. Так, ну что, за нами. Мы молодцы, ребят. Мы молодцы. Так, ну что, ну в плену ты? В плену, конечно. Опа. Забираем себе новый лутик. Сохраняемся. Че там в Равенстерне? Ладно, давайте в крепкое сердце задвинемся. И здесь отдохнем в этот раз. Единственное, что с едой, да, у меня уже какие-то траблы. Так, хорошо, я ухожу в плюс. Но это единственное, знаете, почему? Потому что у меня отряд немой. А здесь чуть поменьше все-таки народу будет. Так, еще потом этот серебряный угол мы обязательно заберем. Потому что он мне глаза мозолит нереально. Вот, и у нас, если мы заберем полностью сердце, у нас будет такой хороший кусок. Уже где-то полкарты, я думаю. Ну, чуть-чуть-чуть-чуть поменьше. Да, разграбили. Пейнсбрюк. Ну что уж там. Бывает, что я могу сказать. Сохранимся. Отправимся по хавчику немножко дадим. Потому что, хотя нет, хавчик у меня еще нормально. Все равно, все равно хочу дать по хавчику слегонца. О, колбаски-то. О, медик. Вообще шикос. Ты-то можешь продать нахрен. Меда забрать. Так, поехали. Сохраняемся и вперед. Равенстерн. Народа должно быть мало. Ну, 263 сберем как-нибудь. Главное, чтобы никто не вписался. А что так долго строится-то? Я не понял. Так, все, поехали. Начать штурм. До утра, что ли, ждали? Давайте, давайте. Равенстерн. Сразу в атаку, ребят. Нам тут ждать нет смысла. Как только что Центурион убил лучника? Можно вопрос? Я, походу, что-то не знаю о Центурионах. Как он убил лучника? Потому что бросил в него копье. Короче, Центурионы тоже, походу, стрелять умеют. И довольно неплохо. Так, дайте мне пролезть. Так, я даже готов прыжок Веры вниз сделать, потому что лучше сбоку уже заходить вот так вот с ними. Меньше. Себе дороже там вот в центре с ними сражаться, короче. Так что лучше аккуратно с бачку зайти и наказать их как следует. Так, 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 спокойнее, спокойнее, ребятки. Во! Да, 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 ребят, у вас, конечно, большие и огромные топоры, но, честно говоря, размер топора это не главное. Главное умение лесоруба. Так, хорошо. Здрасте. Здрасте, 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 здрасте. Так, ладно. Лучше я где-нибудь там зашкерюсь немножечко. Так я просто, знаете, как бы напоперёк ими говорю, здрасте, здрасте, ребят, всё нормально. Всё в порядке, всё хорошо. Привет. Черепухи-то нужно ломать, чего они себе позволяют, правильно? Привет, привет, привет. О, какой у него топор какой-то странный, вообще необычный до ужаса. Ну да ладно. Проходите, проходите, ребят, проходим, не задерживаемся, стоит 110, уже упал, ну понятно. Короче, Равенстер не сложный, без проблем забирается. Так, давайте, давайте, давайте. Пробегаем, не задерживаемся, короче говоря. Так. Куда ж ты спрятался-то, родной? Ух, нифига. Прибыль новые враги. Новые враги, остановитесь, сколько вас там прибывает-то? Толян уже почти сотку разнес А вам все мало и мало Прибывают и прибывают Вы посмотрите на них Так, а ты что хочешь-то, елки? Все должно быть шикарное ювелирное Думаю, после этой осады мы должны уже Сложное задание выполнить Может, там немножечко останется Так, здрасте, здрасте Само собой Все, победили А, еще не все, вы посмотрите на них Серьезные ребята попали, спиной ходят Все, наконец-таки Хотя мы дальше-то не будем проходить, правильно? Можно пафосно прыгнуть Ладно, я шучу, нельзя пафосно прыгнуть Пафосно лучше не прыгайте, себе дороже Так, ну что, кому мы отдадим-то? У кого меньше на деловца? Ну вот, город-замок, замок-город Давайте диву, что нет? Собирай диву, мне не жалко Так, с Эриком уже минус 40 Надо было диста уже начать немножко феод давать А с кем у меня там еще, с кем-то вассалом Минус 12 А, у меня же есть новый вассал Нужно было ему какие-то феоды подгонять тоже Ладно Так Вы что, выполнили? Нет? Заработано 225, нужно 245 Ну понятно Еще кого-то вассала нужно найти Ну вот, вот эти ребята Вау Бьерн Ничего себе Сам Бьерн Бьерн Так, давайте я лучше попрячусь немножко в Ревенстерне Хотя бы немножко восстановлю моих ребятишек Так Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо Сусть-усть-усть-усть А вы смешные ребята из Фирнцвейна Забавные, забавные ребятки из Фирнцвейна Ну знаете, блин, я мог бы заключить мир Начать хреначить эту революцию Со всем этим заморачиваться Но не буду Потому что сейчас я уже чувствую себя хорошо Я в хорошем положении Забирайте, да шаровцы, ребят Я лучше уже их поломаю И тогда посмотрим, что-то как будет Сколько там вас, кровавым? 30 человек, ну блин Я его не догоню просто-напросто Мне нужно накоцать еще какую-то соточку Или что-то около того, и тогда все будет в порядке Только где бы найти эту прекрасную соточку? Тут по 17, по 30 бегают Соточку уже хрен найду на самом деле Ну или 200 И 200 даже получше будет О, сколько там, 252, ну давай Давай, как раз таки до конца уже добью Он убегал еще от меня, да вы посмотрите А, нет, ну давайте, мы будем сражаться до конца Это ты должен говорить, что ты будешь сражаться до конца, дружище Как же ты это не понимаешь-то, ну Какой же ты забавный и веселый Ну ладно, ладно, ладно Придется наказать его, что уж там Так, ну давайте Здрасте И вам здрасте Да и вам таки здравствуйте Ну да, да, и мы будем сражаться до конца Мы ведь проиграем Господи, Господи Так, ну что Привет-привет Приветики И вам приветики Со всеми общаемся Со всеми здороваемся Большие молодцы, короче говоря Так, есть 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 Хорошо Хорошо, прекрасно и отлично Короче говоря Так, стоп Здравствуйте Нет, промах Ладно Смотрите, ну ребятки что-то могут Вроде оглушают Вроде даже убивают Моих центурионов Почему он дозорных не убивает Убивают только центурионов Почему-то Подозрительно Дозорных, знаете, даже глаз не наводит Дозорные, не трогайте их Ребята Трогаем только центурионов Чтобы Больше проблем было для джинса Хотя ладно, на кого я обман Ну какие там проблемы Ну что вы Здравия Куда вы, ребят, убегаете Далеко не убежите У вас же даже лошадок нет Бедняжки У меня ведь лошадка Нолдеров Самая быстрая Самая шустрая Так что Ну куда вам убегать Ну Так Спокух Спокуха Приветики И вам приветики Всем приветики Как же джинс убивать Джинс убивать Кровожадно Жестоко Наказывать и убивать 132 Понятно Короче Мне понятно Что мне ничего не понятно Короче Так Есть Этого Бьерна Мы тоже заберем в плен Само собой Нафиг он мне нужен Закину его в тюрьму И все И пусть он сидит Я даже их отдавать не буду Я знаю Да Что там Типа честь Хотя нет Наверное Я не знаю Я не знаю Я колеблюсь Вот не знаю Что делать Интересно Мне приходили Какие-то нового васала Я не следил за чатиком Вот Зайду заодно в лари И там еще проверю Что да как Так Ну вот задание выполнено 97 на 97 Ну чьи же 97 посильнее будут Да Знаю что задание выполнено Ну заберем сейчас пойдем Легионеров то И центурионов Почему нет Не легионеров А дозорных Хотя не все ведь Легионеры По большому счету Это Теневые легионеры Такая же все-таки Классная здесь Зима Вот именно на территории Равинстерна Сражение проходит Очень и очень ярко Так А ну-ка Приветики 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 Все отлично Ой-ой-ой Неприятно с ли конца Наверное Сколько их там еще Пятеро Ну давайте Четверо Трое Двое Один Да ладно Убегает еще и зараза Посмотрите на него Куда ты сбежишься Леди Валькирия Ну я тебя умоляю Так ну что В плен идешь Ну давай Давай Я знаю ты хочешь Че Ооо Вот эту лошадочку Това я возьму Слушайте 16 кусков Так Сохраняемся Отправляемся в Цеза Тут ребятки Я думаю И так неплохо справляются Так Цез я иду Да-да Кто-то там ограбил джинсы Само собой Ох я испугался Сколько это там народу-то 214 А у меня 149 А кто у меня Давайте я типа Вот так вот сделаю Автобой там Все дела Кто побеждает вообще Почему Потеря союзника Врагов осталось Приказ на отступление Ну блин Если бы я сражался Мы бы его разнесли Визич Ладно Зафейлил Признаю И давайте через эту сторону В Цез побежим Так по-моему Более безопасно Надо было разнести Все-таки этого Типа Ну ладно Я просто думал Что я справлюсь С ним автобоем Короче говоря Знаете Я подумал Ну у меня Центурион И все дела Но что-то Нифига не получилось Справиться с ним автобоем Че ты ждешь там Че ты ждешь Ну вот с этим-то 29 Я же точно смогу Автобоем разнести Я правильно понимаю Так Ну давайте Ну вот Ваш потери нет Прекрасно Я тебя отпускаю Чувак Иди гуляй Черт с тобой Такого даже Не хочется в плен брать Но автобоем забрал Знаете как-то Ой-ой-ой-ой-ой 18600 Да забирай Ну 18600 Ребят Ну я не могу За такие бабки Не отдавать Тем более честь Падет Лорд Эрикс Королевство Джинслянзи Был освобожден Из плена Поздравляю Себе лорд Эрик Че там в Пейнсбурге Гарнизон сейчас Вообще маленький Походу Да 41 человек Ну чертовы грабежи Что я могу сказать Главное что На него пока Никто не нападает Больше меня в принципе Ничего не интересует Особо Так Пожди Я же Заключил мир С Дешаром Разве нет Ааа Я же загрузился После этого Еще 20 косарей Забирайся Воу Я думаю Блин Вроде был мир С Дешаром Че за фигня Походу я загружался После этого Действительно Ну погнали в ЦС Поднял Динжат то я солидно Ну блин Динжат то я поднял А че толку Сейчас эти фирт Своенцы Обратно Раздербан Знаете что В принципе Я не против Еще одну осаду Пережить Да Сделаем вид Что мы придем Конечно Так Ну что Что у вас здесь Я одержал победку Сколько вы мне предлагаете 73 Жесть Смотрите Забираю Забираю Лимит 288 И это все Элита Короче Я просто сейчас Буду в жесткий минус Конечно Выходить Но Будем надеяться Что оно того стоит Что у меня там По деньгам 90 тысяч у меня имеется Да Короче Сразу нужно кучу еды Купить Потому что Ну вы понимаете 288 Элитнейших бойцов Тут без еды Не обойтись Сейчас еще Сгоняю в ларе Посмотрим Может там все таки Пришел какой-нибудь Вассалец новый Так Здорово Квартмейстер Что по хавульке Не буду тебе отдавать Никих Что-то в этот раз Он слишком По-моему Сильно закупился Все как говядь Слушайте У меня еды Да хренище Что я сюда пришел Я не знаю Ну и ладно Так Теперь значит Кстати 3 октября Интересно Успею Волокрай на турнир Вряд ли уже успею До 4 По-моему Это все турниры Происходят Ой-ой-ой Как больно 13 тысяч в минус Очень больно Очень Если я буду ходить По десятке в минус Каждый раз То я Скорее всего Забью Ооо Еще я на турнир успел Слушайте Это успех Так Пятихаточку Как же я надеюсь На Куалис Джинс очень хочет Куалис Короче говоря Ну я даже не могу Не смогу Нолдеров набрать В том-то и прикол Но я просто хочу Куалис Я хочу несколько Куалисов У меня там вообще Будет место для Куалиса Если что Потому что я Это самое Закупился До упора Я думаю Мы там что-то выбросим Если что И Куалис появится Я на это надеюсь Не знаю Я вообще очень надеюсь На Куалис Хочу Куалис Хочу Куалис Хочу Куалис Ну вот такое чувство Что мне не попрет Опять на Куалис Не знаю почему Причувствую мне такое Так ну давай Синий дружище Иди сюда Понимаешь Без шансов Тут уж На турнире Нолдеров Я не проиграю Уже очень И очень давно Ну Единственное Что с луком Ну хотя ладно Я и дубинка Неплохо Развалил вроде бы Эта дубинка Я Битой Теперь буду называть Бита Звучит более опасно Чем дубинка Да успокойтесь Вы ну Молодой человек Молодой эльф Я не знаю Что там за крики Гос Так давайте мне сюда Свои щиты и мечи И теперь побазарим Посерьезки Здорово И тебе здравствуй Так Все отлично Три желтых лучника Так это мой зеленый А и три зеленых Ого как Правда у нас не все лучники Давай давай Получи по щам Дружище Сегодня не твой день Я понимаю Так И Ладно 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 Спокойно Пойду на того парня Мне не жалко Чего у них у всех луки У меня меч и щит Но я не могу проиграть С мечом и щитом Вы же понимаете 57 Так кто там остался Давай Один на один Сражение всех времен Народов Ну прости меня Рыцарь Сумерик Нолдеров Так бывает Так Пятихаточку на джинса Оп оп Поворот разворот Чтобы меня здесь Никто не покоцало Если что И раз И два Отлично Так и раз И два Все дела Так я сказал И раз И два Хорошо Так ну я знаю Да у тебя лошадка Ты молодец Ну раз И тебя спас Кто еще тут Я не вижу Здесь еще одного лучника А вот он Слился со стенкой Молодец Дива Рейнджер Молодец Что уж там Так ну давай Против лучников Я умею действовать Доставай дубинку Дружище А толкуться Толкуться От этой дубинки Еще не все Просто Жесточайший турнир Не на жизнь А на смерть Хрен знает Сколько бежать До этого типа нужно Ну и ладно Я готов Я не против Да еще до сих пор Не поломался Рыцарь Сумерик Нолдеров Все Куалис 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 Нет Сапоги со щитком Что за сапоги со щитком 37 к защите ног Ну их еще типа прокачать Можно Мои получше будут Ну можно забежать Поставить их на прокачку Почему нет По идее Они станут лучше моих После прокачки Все равно В замке Джинсленди Там ребятам По идее Нечем заняться Поэтому сгоняем Поставим их на прокачку Очень фаст Империя Дэшар приняли мир На совершение Очень надеюсь Что Дэшар обратно Мне не бросит войну Потому что как-то Только вроде мир заключили У нас на некоторое время Должен держаться этот мир Я правильно понимаю Так Давай сюда Чувачок Хо-хо Я хочу улучшить Крепкость моей брони Нет Стоп Крепкость моих Ладно Я понял Свою ошибочку Вот так вот Нужно сделать И теперь Ему начать Втирать Про сапожки Так Вот Вот Дырявые сапожки Сколько там 30 дней Прекрасно Отлично Так Теперь значит Босс и джинсы Одевает свои Старые сапожки И направляется Куда Стоп Еще же я Квартмейстер Тогда уж зайду Раз уж прибежал Че сказать-то Так Ну давай Квартмейстер Товарчики Покажи свои Короче Блин Что-то Расстраивает меня Квартмейстер Хотя ладно Рыбка хлеб Капусту Закупишь Что-то слишком много Свинины И всякой там Фигни Которая портится У тебя Квартмейстер Это не устраивает Джинсы Ну ладно Ну что Ярл Шустро Я же тебя выпустил Недавно Он взял И Ровенстер Захватил Ну я короче Сейчас Тут осталось Пять минут До конца Часового эпизода Я думаю Потом мы Соберем Военный поход И начнем Просто уничтожать Два новых Вассала Да ладно Неужели Неужели Люди начали Ко мне приходить Так нет Ладно Это фигня До свидания А вот Это вассал Да Ну и ладно Один новый Вассал Не так и плохо Нет Турнир Я не хочу Я хочу Сохраниться Так Здесь все понятно Ну в Ровенстер Это был небольшой гарнизон Насколько я помню Так Лария Как бы мне так По разумному Поступить Давайте я начну Понемножку собирать Здесь военный поход Нет Лучше не здесь Его собирать Лучше где-то Около Пейнсбрюка Его собирать Я хотя Могу даже Наверное Успеть В Ровенстер Нет Я не успею В Ровенстер Ровенстер Скоро Захватит Потом я Соберу Военный поход Где-то В Пейнсбрюке И дальше Пойду Серебряный угол Ровенстер И вот просто По накатанной Феодик за феодиком Буду забирать Падлы Забрали Все-таки Ровенстер Но нужно было На подкрепку Идти Надеюсь Дальше Они не пойдут Эти чертовы Военные походы Давайте начнем Здесь военный поход Собирать Посмотрим Сколько на родику Придется Так Давай-давай-давай Военную компанию Я собираю Приходите Ребятки Военная компания Обещает быть жаркой Так да Ты преследуешь Караван Да Джату Ребят Не стоит нападать На джинсы Ух вы падлы Синдерфол Еще осадили Короче Бесят они меня Кто это Буадис Давай Буадис Со мной Литл Диран Вот они Вот они Просто элита Те самые мои спутники Которых я взял Давайте Посмотрим Как вы Синдерфол захватите Бичуганые А Все что ли Убежали Здесь походу Был какой-то типуля С 200 гарнизоном Короче И все на этом Так Что там у Равинстерна Посмотрим Что там у Равинстерна Ну 118 человек Давайте короче Пофасту Равинстерн Заберем Таким-то движем И мы его просто В секунду Разнесем Роланд Лецалдеран И Буадис Так называемая Элита Возможно даже Отдадим Какому-нибудь Новому Вассалу Почему нет Что отношения У них Портятся Жестко Давайте Давайте Привет Я даже Не буду лучников Разносить Я просто Начну Этих ребят Месить В хламину А там Посмотрим Что произойдет Так Здрасте 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 Так Так Что за Жесть Так Ребятки Ну привет Джинс Ломать Джинс Убивать И тебе Привет И тебе Привет И тебе Привет И тебе Привет Так Ну давай Иди Сюда Ай Хорошо Ну короче Ну понятно Да Что здесь Вообще Просто В нули Мы все Дело Забираем Тем более С таким Цей элитным Отрядом Как у Меня Сейчас Так Это Поход Последний Военный Поход Ну и Хорошо Получен Удар Щит По спине Ах Ты Зараза Я заметил Тебя Ну ничего До него Бежать Слишком Далеко Я лучше Здесь Основную Масуху Вынесу Прибыли Новые Враги А вот Этот Один Парень Это Новый Враг Я понял Написали Принял Прибыль Новый Враг И все Один Человек Нормально Вполне Себе Ничего Здрасте Здрасте Ребят Джинс Крушить Джинс Убивать У меня Вам понравился Часовой Эпизод Если это так Ставьте Большие пальцы Вверх Подписывайтесь На канал Вступайте В пабли Вконтакте А на этом все Пока Удачи Всего хорошего Встретимся В следующих Эпизодах Счастливо Ребят Рад Рад Был Что Вы Этот Час Провели Со мной Если Это Так И Не Перемотали В Конец Удачи Ребят